Я вас приветствую, друзья мои. Если вы на моем канале, а я нахожусь в лесу и рядом мой друг Honda CRF300L, значит по-прежнему меня зовут Сергей Гесть и у нас в проекте очередная часть мото-дневника. План на сегодняшний день достаточно прост. Исследование побережья берега Орели. Причем той части, которая находится в районе Могилева, на Царычанку. Для этого мне надо туда прострелить максимально коротким маршрутом, на Шульговку. Теми дорогами, по которым я уже ездил, встал по полям и пошел. Но у меня же так не получается. Я пытаюсь нарезать что-то где-то новое. Вот какой-то участок не дублировать, а уйти в сторону и посмотреть какой-то интересный маршрутик лес. И вот в итоге все закончилось тем, не успев начаться. Я в лесу, у меня нормальная дорога закончилась, такая полевая, лесная. Я заперся где-то в глубину леса, мне надо его максимально срезать наискосок. Не знаю, чем это все закончится. Ставлю камеру, начинаю снимать. Итак, поехали на разведку. Что у нас по погоде? Ну, по дороге и так понятно, что у нас. Дороги нету. Что у нас по погоде? По погоде у нас просто сумасшедший дикий ветер. Сегодня на открытых пространствах писать звук просто нереально невозможно. Потому что задувает, безумно задувает. Так, все, я расслабляюсь, потому что камеру, как только включил, все традиционная тема. Я начинаю нервничать, думать, что рассказать, что сказать. И начинаю терять ощущение дороги. Не напрягаюсь, потому что сегодня у нас экспедиция. Это в прошлом ролике, где я с Женей на СРФ-ках. Мы дубасили, так, жирно дубасили, без оглядки. Сегодня просто кайф. Я не знаю, это можно назвать дорогой или нет, вот эту канаву, по которой я еду. А вы ставьте ставки и скажите мне, доеду ли я вообще сегодня до Арели с таким темпом или нет. Но видите, дорога есть, тропинка есть. В чем проблема? И канава. Елки-палки. Ну, такая прикольная канава. Поехали. Мне нравится. Главное, чтобы не было никакой коряги в колесо. Опа, тут все перерыто. Надо, в общем, помониторить. Наверное, надо помониторить. Погнали разведывать разведчик. Слушайте, а вот еще. А вот смотрите, что есть. Прямо вот так вот в лесу. Канализационная какая-то труба. И вода течет. И пахнет свежестью оттуда. Мне, в общем, туда. Елизавета в Катам. И что я вам скажу? Там таки есть дорога. И на нее просто надо выехать. Просто надо выехать. Вот она. Прямо вдоль ЖД-полотна на цивилизацию. Где-то, черт его знает, на Куриловку, что ли, выходит. Я буду вот так вот идти до хорошей дороги. Потусил немного возле железной дороги. Сделал фотосессию. Возможно, даже эта картинка будет стоять на этом самом, скажите мне, на заставке к ролику. Кстати, по лесочкам приятнее вот так вот идти, чем непосредственно вдоль ЖД. И жарко становится. Я уже начинаю расстегиваться. С утра было прохладно. Также Д-станция какая-то полуразбитая, полузаброшенная. Собака рыжая впереди. Но это ж не леса, это ж собака. А ну, поехали догоним, посмотрим. Познакомимся с ней поближе. Может, это леса? Жирная такая. Ты кто? Ты собака. Извини, испугал. А я по высоте не пройду. Это, наверное, нет. А ну, пошел, я померяю. Да тут не вариант. Она сужается. Сдалека оказалась какой-то большой трубой. Она мне по пояс вообще. Я только ползком могу здесь протиснуться, пролезть. Еще один. Точно такой же самый. Это для людей. Чтобы они, наверное, ходили. Потому что, ну, вытоптана тропинка. Каких-то для людей карликов. Я впереди вижу мост. Вернее, переезд. Через ЖД. Я добрался. Отлично. Слушайте, два часа в дороге. Проехал по асфальту километров 30. И по бездорожью километров 5. Довольный. Счастливый. Выбрался к цивилизации. Я сейчас где-то выскакиваю. И могу тулить. Куда-то могу тулить. Либо на радостное поверну. А там на шульговку точно. А кофе где выпить? А хочу кофе уже выпить. Уже пора. О, это кофейня, что ли? Так, а что, давайте кофейку. Для рыбку. Кофе, кстати, стоит 66 гривен. Это какое-то супермодное заведение. Хотел что-то сострить, что-то умное сказать. Никого нет. Наверное, потому что все в курсе, что самый дорогой кофе. Я в Днепре даже по такой цене никогда ни разу не брал. Кофе стоит, ну, там, 35-40 гривен. А вот. Сейчас попробуем дегустация. Я такой еще кофеман тот еще. Нет, три в одном только не пью. А так пью любой. Ну, не откровенно же, конечно, дерьмо. Горьковатый кофе. Но я просил с молоком. Они мне не сделали. Я люблю чуть-чуть смягчать кофеек молочком. А еще я чудовище выезжал и забыл зарядить телефон. Но, слава богу, взял пауэрбанк. Уже 29%. Сейчас хоть что-то наберет, пока я стою кофеек пью. И поеду дальше. Потому что, ну, без телефона, как без рук. Во-первых, навигатор. А во-вторых, же фотографии надо делать. Фоточки симпатичные. Где-то здесь я видел переезд. А, ну, он вот. Ох ты, блин. Куда я посмотрел? Направо чуть не втулился налево. Вон мостик, да. Подозреваю, что это парк. Но машины как бы ездят, наверное. Уточки плавают. И мне налево, да. Возможно, это парк. Но кто-то тут гасает. Так что мне можно. Ну, вот это кто тут и нарезает. Видали? О-о-о, напылил. В общем, так мы и двигаемся. Единственное, что меня смущает очень сильно, то, что... Так, а что я сюда поперся? У нас было по нормальной дороге ехать. Единственное, что меня сильно, очень сильно смущает. Так, смотрим, что меня смущает. Со стороны Кривого Рога оттуда наваливает просто какая-то нереальная черная туча. Я сейчас выезжаю на открытую местность. Смотрю, что там происходит. И если что, я валю домой. Вернее, в сторону дома. Ой, тут столько дорог интересных. Смотрите, в лесочек народ гуляет. Блин, классно, красиво. И налево тоже. Ух ты, да ты что, кайф нереальный. О, местные мотоциклисты, эндуристы. Опа-па, оппа-па. Нам направо или налево. Там грязь, там лес. Мониторим. Отличная лесная дорога. Иногда встречается грязь, пахнет свежестью. Или перед дождем. Или после вчерашнего дождя. Непонятно. В этом мотоцикле все хорошо. Едет, кайф, любые дороги. Но я никак не могу понять, что мне делать с поклажей. И как, куда паковать. Почему? Потому что смена камеры, смена аккумуляторов. И мне каждый раз надо вот это отстегивать, раскручивать. Доставать отсюда, там, что у меня сверху уже. Бутылка. Потом доставать пакет. В котором сложены, допустим, тот же пауэрбанк. Вот мне сейчас надо его запаковать. Телефон немного зарядился. 68 процентов. Я думаю, хватит. Потому что возить в кармане вот эту бандуру тяжеленную, ну, блин, совсем неудобно. И каждый раз мне туда-сюда. Я хочу что-то определить такое вот интересное, с замочком с каким-то. Но вопрос в том, что будет ли он протекать, если попасть под дождь. А с другой стороны, да бог с ним. Может быть, паковать это все в пакет и ложить под замочек. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. Потому что каждый раз, блин, мне вот эту фигню откручивать, это трэш полный. Приходится все ныкать по карманам. В правый карман, там, аккумуляторы заряжены. В левый не заряжены. Это с кармана на карман тыкаешь. В итоге меня раздувает, как беременный таракан. Ну, вы сбоку на меня на видео посмотрите. У меня вот такое пузейло. Это у меня по карманам все растырено. Это все расложено. Все свое ношу с собой. В общем, такая ерунда. Прикольное местечко. Тарабанит ведро. Наснимал чуть-чуть в историю в инстаграм, где я нахожусь. И капает. Кстати, капает. Да, валим, валим, валим. Контент в инстаграм сегодня прям сам идет в руки. Как не поставил мотоцикл. Красота нереальная. Хочешь с соснами, хочешь с травкой, хочешь там, я не знаю, с цветочками. Так что, друзья мои, подписываемся в инстаграм. Не забываем телеграм-канал. По поводу ютюба. Поддержите меня, став спонсором канала. Ранний выход роликов я вам обещаю. Чуть-чуть раньше, чем для основных зрителей. Либо по реквизитам в описании Моноприватбанк PayPal. Так, что у нас? А у нас-то солнышко. Чуть-чуть. Там тучки, там тучки. Кофеечек с молочком. Да. Такой тортик. И это место уникальное тем, что вроде бы как бы и открытая местность. Связи нет вообще. От слова совсем. Ноль. Вот просто, ну, одна палочка там пробивается. Может быть, какое-то сообщение можно отправить, но в историю что-то скинуть здесь просто нереально. Невозможно. Вообще-то сюда, до этой точки, даже по грунтам можно ехать 2 часа. Ну, достаточно быстро. Но у меня почему-то получается 4. Как я езжу, я не знаю. Мне, чтобы спланировать быстрый какой-то пробег, это просто нереально. Там меня надо, чтобы кто-то вел, брал за ухо и говорит, никуда не съезжай, едь за мной. Сейчас доедем от точки А к точке Б. На вот таких вот открытых пространствах мне тоже нравится катать. Смотрится красиво. Такая вот перспектива, особенно если вот так вот облачно. Тучки такие. Чуть-чуть солнышко выглядывает. Такой контраст интересный получается. В зелени и темного неба. Мне нравится этот маршрут. Он шикарен, просто шикарен. Смешивается, видите, лес, песок, открытое, закрытое пространство. Ветки только бесят, которые бьют, пошли. Вот так все нормально. Вот у меня даже сейчас уже достаточно много комментариев. Что ты, как ты, как ты на такое решился. Не скучаешь ли за выстромом. Ребят, ну я даже на Строме, если вы смотрели, я не любитель был ездить по асфальтным дорогам. То есть мне какой-то асфальтный пробег, это для меня ад. Мне так скучно было этим заниматься. Я старался всегда куда-то съехать. То есть я абсолютно практически ничего не потерял. Ну если мне надо покрыть какое-то расстояние. Ну еду я себе соточку на этом, тарахчу себя спокойно. Зато, зато у меня каждый выезд, это просто какой-то праздник. Зайцы бегают. Поехали догоним зайца. А ну-ка, кто кого? Какая у зайца скорость? Блин, прикиньте, 70 км в час. Вот это дает. Вот это парень. Я на чем-то остановился, я уже честно забыл. Ну в общем, пока-пока все просто в кайф. Просто все супер. Я еду, не напрягаюсь. Там такая дорога, всякая дорога. Песочек вот начался, я себе спокойно поехал. Еду, кайфуюсь, смотрю, нахожу, блин, офигенные локации, места. Порывы ветра просто сумасшедшие. Смотрите, как пыль подымает впереди. Там еще баранует, видать, поле. Трактор где-то. Да, вот это все заслано. Пылище такое, столбом стоит. Как шторм сегодня какой-то идет. Безумный. Нам нужно срочно в лес нырять. Так, вот это вот первый мост через Арельку. Вот точно. Мне, наверное, надо максимально уходить направо. Какие-то песчаные насыпи. Так, 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 наверное, вот левее. В общем, вот сейчас начинается та часть маршрута, ради которой я четыре с половиной часа ехал. Вот это нам сюда. Да, потому что дорога уходит туда, река уходит сюда. А вот здесь вот начинается самая красивая часть этого маршрута. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Хотя дальше может быть еще красивее. Смотрите, как вьется дорожка. Класс. Буквально в двухстах метрах от поселка. Все, еду не спеша, обалдею. Если зайца встречу, догоню. Я уже в курсе. Не, я вот здесь вот остановлюсь, заглушу движок мотоцикла. И постою кайфану. Какая красота. Вы посмотрите, как ковер из травы под ветром переливается. Обалденно. Надо сделать паузу. Маленькую. Может быть, фотку какую-то запилить. Воу-воу-воу-воу, не падай. Так, надо ехать дальше. Шлем снял, голову в уши так понадувало. Это просто кошмар какой-то. Сразу натянул. И вот так тепленько стало. Хорошо. Поехали разведывать интересные пляжики. Вдоль арели. А, ну любопытно. Она прям шифером оббита. Такая основательная. Ступеньки. Оп-оп-оп, аккуратненько. Это типа тарзанки, что ли? Гойдолка. Попой сел и улетел. Или ручками взял. Классно. Поехали дальше. Надо себе точечку поставить. Там типа мангал. Да, можно туда дровишек накидать. Шашлычок сделать. Все цивилизовано. Рукомойник. Водичка есть? Водички нет. Да еще одно место. Прям пеночек такой. Ну как, заборчик я имею в виду. Ах, обалдеть. Поехали в лес. Блин, целый пляж. Тут кто-то уже сломал. Ну вот есть люди, которые приходят и нафиг на дрова, наверное, ломают. Все, что сделали другие люди своими руками. Так, а что с пляжем тут? Класс. Ну, отличная водичка. Заходик. Вон еще, кстати, этот самый. Столик. И мне, наверное, сюда. Поехали вдоль реки дальше. Что здесь такое вообще происходит? Вот это вот грязь, я не хочу лезть. Ну вот мне смысла вообще нет. О, дальше, блин, вообще карпец. Не-не-не, друзья мои. Разведка там не будет. Не, давай, делаем разворот. Не хочу. Я не маньяк какой-то. Тем более есть, он много шикарных дорог. Те, кто любит, пожалуйста, едьте дубасть. Решил пойти лесом. Разведать тропинку, которая огибает. Вот эти вот кизяки. На дороге, которые, блин, грязевые. А тут прям вообще труба. Слушайте. Ну вот я смотрю, что деревья, деревья ж пилили. Вот их же ж тупо пилили. Или надпиливали, или что. Это обломало. Да. Сейчас подо мной дерево обломится. Блин. Обломится или не обломится? Опа! Опа! Вот это с кем-то сюда приехать. И сделать фотку классную. Смотрите, что происходит. Спиленная. Видите? Спиленная. Вот зачем? Почему? Я не шарю. Расскажите мне. Фу! Ну круто. Слушайте, очень круто. Фу! День просто насыщенный. Просто огонь. Я, если честно, даже не могу вспомнить, с чего он начался. Где я ехал 4 часа назад. И какие эмоции испытывал. Уже столько событий произошло. Прямо офигеть. Такое ощущение, что неделю уже еду. Ну, походу, тут это самое, как его называется. Это нормальная для этого леса тема грязь. Так, так, так. Объезд. Видите? Вот люди нормальные накатали объезд. А ну-ка. Я на обратном пути кое-что обнаружил. Оттуда не видно было. Смотрите. Да, тут кто-то тусит. Чего-то водичка стоит. А что здесь? А, база. А, охота. Даже не занимать. Какая-то база. Кто есть тут живый? Там пляжик. А хозяин есть? Хозяина нема. Чего-то вещь, водичка. Кайфово домик. Кто-то живет. Тряпочки сушит. Ну, поехали. Не будем беспокоить. Я тут не могу прочесть. О-хот коллектива. А, охотничьего коллектива. Э-ты-на-ты. Опа, лесок. Лесок. Песок. Лесок. Шашлык. Башлык. Дрова. Все готово. Наверное, там и спуск водички есть. Да, тут рукомойники такие импровизированные в виде баклажек, прибитых к дереву. Постоянно встречаются. Местные, наверное, сюда частенько выезжают, когда теплая погода. Я думал, сейчас май месяц начнется, все. Опа. И здрасте. А, тропинка. Я где-то пропустил дорогу. Ребята, не помните? Поворот, съезд был, не было. Что делать-то? Что я назад не могу сдать? Пусты. Обдрыл рукояткой зацепился. Зараза, блядь. Поднимай мотоцикл. Блин, я как-то ногу больную слева подвернул. Ё-моё, блядь, хмот. Ой, блядь, братан, поехали. Ой, блядь, поехали. В общем, я кругами тут наяриваю. Тут вообще не вариант. Та дорога вдоль озера сюда же вышла. Но тропинка. Это тропинка? Я нашел тропинку, да? Ё-моё, блядь. Сейчас упрусь точно. Вот в такие хащи, наверное, самому лезть смысла нет. Не, не вариант, друзья мои. Я не полезу. Я переживаю, боюсь. Потому что со мной сейчас что-то случится. Тут где-нибудь прилягу. И всё. В общем, насколько я понял, это озеро надо объезжать с другой стороны на нормальную дорогу. И только так я отсюда выгребусь. Так рассекать или не рассекать? Влетим или не влетим? Я же переживаю. Туристы, велосипедисты. Мало ли кто здесь будет сейчас ходить. Грязь, в конце концов, может быть. Я вылечу на дорогу вот так, из-за поворота, да? А тут люди с собакой гуляют. Ура! Случилось чудо. Я на окраине Могилёва. Каких-то 6,5 часов, 120 километров. Я полон великолепных эмоций, накатавшись, нагулявшись. Поехали выпьем кофе и помониторим дорогу домой. Ребят, я с вами прощаюсь. Валю домой, становлюсь на трассу, потому что если у меня дождь, который начинает все-таки моросить, застанет в полях, я там и погибну. Мне 70 километров. Это где-то за час я справлюсь. Включаю музыку, прячу камеру и дую домой. Поэтому сейчас машина пройдет, я вам речь толкну. Лайк. Поделитесь с друзьями. Напишите комментарий. Как вам, что вам теоретически и практически всю эту дорогу можно было пройти на Вестроме. Но это надо было сделать технично и чуть-чуть сложновато. Но можно, можно. Друзья мои, до новых встреч. Мотодневник. Очередная часть заканчивается. Ждите новую. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова